Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Меня зовут Ицкак Пентусевич, и мы изучаем Мишли, притчи царя Савомона. Мы изучаем уже 170 почти уроков, и сегодня 17-я глава. 17-я глава нас ждет. Итак, дорогие друзья, всем привет! Шалом! Бонжур! Хэлло! Бодьертов! Бодьертов! Нашим постоянным зрителям Олег Марголин, Максим Беренчук, Яков Шатадин, сотрудникам платформы ВАИКРА и всем нашим гостям со всего мира, которые хотят изучать ТОРУ. Хотят изучать ТОРУ. 70 лицу ТОРЫ. Напоминаю, Саид Макаев, Шалом, что у нас на платформе ВАИКРА на сегодня более 100 преподавателей ТОРЫ преподают, и мы развиваемся, и скоро их будет 200. Можно выбрать для себя уроки, знания на вообще на любой, на любой вкус. Главное, что на платформе ВАИКРА все преподаватели, называется это Ирэйшамайм, то есть они боящиеся Бога, и как мы отбираем преподавателей, они должны обязательно принимать 13 принципов веры Рамбама. Рамбам, это был Рав Маймонит его звали, да? Рав Муше бен Маймон его звали, и он сформулировал, тысячу лет назад примерно он жил в Египте большую часть жизни, и он сформулировал 13 принципов веры. Было бы отлично, я сейчас попрошу Якова Шатадина и Влада Косова, чтобы они нашли вот эти вот 13 принципов веры, и возможно даже сделал, вот сейчас Ирэшама делает уроки по краткой книгой заповедей, есть Хафетскаима, это те заповеди из Торы, которые актуальны в наше время. И они, то есть Рамбам, Рамбам, да, вот эти 13 принципов веры, он базировал на заповедях Торы, которые Бог вот прям сказал, это надо делать. И это очень важно, знать эти 13 принципов веры. Один из них, что мы ждем Машиаха, то есть ждать Машиаха каждый день, несмотря на то, что он задерживается, мы его ждем каждый день, и мы не просто ждем, мы приближаем приход Машиаха, то есть Машиаха мы хотим, чтобы он перешел благодаря нашим усилиям, вот прямо в нашем поколении, и мы видим, что мир все ближе-ближе вот к завершению вот этого цикла, в котором мы сейчас находимся, и изучая Тору, мы как раз и приближаем приход Машиаха, это 13 принцип веры, а все остальные еще 12, значит, смотрите на платформе Вейкра. А мы конкретно с вами изучаем сейчас, что Мишли, 17 глава, притчи царя Соломона, 17 глава, и сегодня у нас, сегодня у нас мы дошли уже почти к конец 17 главы, значит, 24 отрывок, мы дошли до 24 отрывка. 24 отрывок звучит вот так, смотрите. Значит, перед лицом, перед лицом Мивин, это тот, у кого развита логика, тот, кто понимает причинно-следственные связи. Так, перед лицом его, вот этого человека, хохма, божественная мудрость, то есть, он ее находит везде, он видит, насколько мудро мир устроен, то есть, перед лицом понимающего, дословно, божественная мудрость. Значит, Вейнэйксиль, а глазаксиляксиль, это грешник по вожделению, глазаксилябекциарец, они на краю земли, то есть, мудрец, он смотрит вглубь, вглубь вещей, то есть, он мудрец, он смотрит, и он может, вот, посмотрев на любую вещь, абсолютно на любую вещь, цветок, да, давайте возьмем простые вещи, не будем брать вещи сложные, потому что, если мы смотрим сложные вещи, то мы все равно должны вначале сложные вещи разобрать на простые элементы. То есть, чем сложнее конструкция, много элементов, тем, значит, в ней вот этот понимающий человек, у кого развита логика, он ее будет разбирать, может он, там, я не знаю, очень долго-долго углубляться, чтобы понять, из чего она устроена. Теперь, давайте возьмем простую вещь, возьмем цветок. Если человек понимающий, как он может в цветке увидеть божественную мудрость? Кстати, Рамбам говорит, что как полюбить Бога, как полюбить Бога через изучение его творения. То есть, когда мы смотрим на творение, то мы понимаем величие Творца. Как по какому-нибудь картине можно понять, кто ее создал? Да, вот, например, там, картина «Черный квадрат». Да, понятно, что ее создал Малевич. Человек непростой, художественный нарад. То есть, человек, который не признает. По черному квадрату, который картина, понятен его создатель, который сказал, меня все законы, которые раньше до меня были, искусство, творчество, рисование, Шишкин, Суриков какой-нибудь, да, там, Айвазовский, девятый вал. Меня это все не интересует, сказал Малевич. Вот вам картина «Черный квадрат». То есть, по его картине понятен тот, кто ее создал. По творению, по мирозданию понятен тоже тот, кто его создал. Но, если мы посмотрим на цветок, да, какой он красивый, сколько у нас многообразия цветов есть в мире, мы поймем, мы поймем, из любого цветка можно понять творца и полюбить его. Потому что он для нас создал такую уникальную вообще природу, такую уникальную красоту, такую уникальную вообще способность, что этот цветок, он рождается и еще другие цветы рождает, производит. А потом уже пришли, дальше, понимающий человек, он понимает, что дальше пришли там голландцы, например, и они в свое время сделали вот эти вот тюльпаны, они сделали как валюта, да, то есть вот эти вот тюльпаны, они потом из них сделали биржу тюльпанов, потом они сделали там мировой бизнес этими тюльпанами, потом пришли другие люди, придумали праздник 8 марта, и надо дарить тюльпаны. Потом, значит, когда уже они думают, ну классно заработали, за 8 марта продается тюльпанов больше, чем за 3 месяца. Так давайте каждые 3 месяца устроим 8 марта, и они, значит, тут же день влюбленных, и там и другие праздники, ну и так далее, и так далее. Понятно, да, идея? Значит, перед лицом понимающего все время находится божественная мудрость. Он может найти божественную мудрость, понимающий человек, везде. Он может спокойно сидеть, углубленный в свои мысли, и медитировать, наблюдать за природой, за небом. Ему везде отлично. Вот некоторые спрашивают, чем люди занимаются в Ешивах. Мы вчера были на помолвка сына одного из наших друзей, мы знаем его с момента его рождения. Вот как мы приехали в Израиль, поселились в Иерусалиме, он тогда был Малипусинти, вот такой вот еще младенец, а вчера он уже, у него была помолвка, он сейчас женится. И вот этот религиозный мир. То есть они сидят, и у них нет никаких внешнего экшена, у них нет телевизоров, у них нет каких-то там поездок, у них нет моды. Они ходят, вот 20 лет ходят в одинаковых костюмах. Есть черный костюм, белая рубашка, пояс и галстук. Все. И эта мода не меняется. Это костюм, то есть у него есть костюм на будни и костюм на шаббат. Все. Спрашивают, а как они живут? Вот так они и живут. Вот здесь написано 24-й отрывок. Этнейм и Вин Хахма. Перед лицом понимающего находится божественная мудрость. Он находит в изучении Талмуда, в общении друг с другом, без телевизора, у них есть время. Они же не сидят все в телефонах, запрещены телефоны. И вот представьте себе ситуацию. Если вчера собралось там, например, 50 человек, нельзя больше 50 в одном помещении сейчас в Израиле, опять начинается карантин. Вот 50 мужчин и отдельно 50 женщин. И никто не сидит в телефоне. Никто не сидит в телефоне, а все общаются друг с другом, слушают друг другом, смотрят друг на друга. Это как раз то, что здесь написано. Перед лицом понимающего всегда есть божественная мудрость, ему всегда есть чем заняться. Теперь вторая часть. Она больше о современном мире. Глаза грешника по вожделению, они на краю земли. Они на краю земли. Значит, ну, сейчас это вообще понятно. Грешник по вожделению, он все время находится в Инстаграме, и он смотрит на картинки, которыми другие грешники по вожделению показывают, как хорошо им живется. Это обман, кстати. Инстаграм, не верьте вообще. То есть все показывают не то, что у них в жизни происходит, а то, что они хотели бы показать, чтобы как... Смотрите, что у меня есть. Смотрите, что у меня есть. Смотрите, как у меня круто. И люди остальные сидят, проводят, посчитали сейчас, что в среднем сейчас средний житель России, например, проводит в соцсетях 4 часа в день. 4 часа в день он рассматривает на вот эти вот картинки. Это вторая часть 24-го отрывка Мишлей. Глаза, ксиля, грешника по вожделению. Грешник по вожделению – это тот, кого по жизни ведут его желания. Глаза видят, сердце хочет, ручь и ноги делают. То есть их прямо цепляет вот эта картинка, и он все – хочу, не могу. Хочу, не могу. Хочу, не могу. Мода – хочу, 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 хочу. И он такой... У него голова где? На краю земли, потому что его нету. Его просто нету. Вот такой вот 3000 лет назад нам дал 24-й отрывок царь Соломон. «Этпнейм и вин хохма». Перед лицом мудрого хохма, божественная мудрость, ему не надо бегать никуда, все с ним. Все с ним, его внутренний мир всегда с ним. Вокруг природа всегда рядом. В небо книга хорошая и так далее, все всегда рядом. Где находится ксиль? А его поймали, и он как овца идет за вот этими картинками. Маркетологи, я просто... Ну, в этом мире одновременно нахожусь мир маркетологов и общество потребления, и мир религиозных людей. Я, так как между двумя мирами вот так вот курсирую, я просто вижу, маркетологи, вот собрание, как мы должны, нам нужны лиды. Лиды – это потенциальные покупатели. Как их поймать, этих лидов? И сидят они целыми днями думают, как зацепить внимание и перевести на покупку. А как, чтобы он купил? Да очень просто. Покажи ему кого-то, кто выглядит так, как он хотел бы выглядеть. Покажи, что тому, как вот этому, ему так радостно и приятно ходить в этой одежде, там, в этих кроссовках, и это покупать. И он захочет. Он же, он робот. И он вот этот ксиль, грешник по вожделению. Глаза видят, сердце хочет, а руки-ноди сделает. Он потом деньги найдет. Все найдет, будет работать, суду возьмет. А что, какая разница? Хочет? Найдет возможность получить. Вот так вот ловят людей. Представляете? Все. Значит, мы можем только задуматься и решить, к кому мы хотим относиться. Или мы хотим «эдпнеймэвин хохма», чтобы перед лицом понимающего была мудрость. Или глаза ксиля, или глаза грешника по вожделению на краю земли. Он все время в разбросе, в таком, вот так вот, или в телефоне все время, но в телефоне сейчас удобно стало. Он вроде сосредоточенный, а телефон его, его внимание как бы распространяет на кусочки, кусочки, кусочки со всего мира. И к чему это все приводит? 25-й отрывок. 25-й отрывок говорит нам следующий, царь Салмон. Он говорит нам так. «Гневается Кас Леавив Бенгсиль». «Гнев для папы сын грешник по вожделению». «Умэмер Леела То». И он огорчение той, которая его родила. Здесь есть два, два как бы таких слоя в этом 25-м отрывке. Первое, это как отец, это имеется в виду отец, вот есть я отец, у меня есть дети. Значит, и отец, который это понимает, он прочитал 24-й отрывок, и он уже понимающий. А интересно, что чем старше человек становится, тем у него выше уровни понимания, то есть тем он становится более, его отпускает животное, его натура, и он начинает уже больше к 40-ка годам, у него появляется понимание уже, у него опыт накопился, его так желание уже изнутри не драйвит. Значит, к 50-ти годам он уже вообще становится, может давать советы. Это в перте вот здесь смешно, что в бина приходит человеку понимание к 40-ка годам, а к 50-ти приходит уже возможность давать советы. И вот как раз отец вот этот видит своего сына, если сын ксиль, если сын грешник по вожделению, если сыном управляют его вожделение, его хочу, а не мозги, тора и рациональное мышление, папа, конечно, на него гневается. Он гневается на сына, а к чему это приходит? Ум и марли и лато, и он ругается с матерью. Прямо тут так и написано, огорчение родительства своей. Значит, он ругается из-за сына с матерью, потому что он говорит, что это из-за матери все. Потому что мать же больше воспитывает детей. Прямо тут написано. Значит, второе объяснение, это объяснение, Раш его приводит, что здесь имеется в виду Кас, Леавив, Бенгсиль, кто является отцом небесным. Это Бог. Бог небесный отец для всех. То есть, для кого он отец? Для того, кто к нему относится как к отцу. Кто такой отец? Отец это тот, кто воспитывает. То есть, когда ты принимаешь штору, когда ты изучаешь штору, когда ты принимаешь заповеди Бога, заповеди, он сказал, это делай, это не делай. Тогда ты с ним взаимодействуешь, как с отцом. Но если человек Ксиль, грешник по вожделению, он говорит, папа, я занят, у меня есть мои дела. Я хочу спать утром, не хочу говорить, я хочу есть некошерное, я хочу то, хочу это. И к чему это приводит? Коэс Леавив, Каас Леавив, Бенгсиль. Это вызывает гнев у отца. Ну, естественно, что это горечь, огорчение родительницы, потому что, кто здесь родительница, Раша говорит, что это народ Израиля. То есть, народ Израиля, это как община такая, народ священников. И вот когда меня недавно приглашали на телевидение здесь, и там, значит, говорят, вот какая разница, почему религиозные люди мешают нерелигиозным в шаббат ездить на море, да, почему они протестуют против введения автобусов, чтобы в шаббат ездили автобусы. Я говорю, вы поймите, то есть, если начнут ездить автобусы в шаббат, то потом, потом, после этого происходят обычно какие-то неприятности у всего народа Израиля. То ракеты летят, то еще что-то. Ну, зачем это? То есть, Бог сказал, нельзя. Теперь евреи все как одно целое. Это народ Израиля. Это, ну, всегда говорят, а, это евреи, евреи. То есть, евреи все равно весь мир объединяет в одно целое. И на небе написано прямо в авторе, что евреи, арывим, они гаранты один за другого. То есть, это как единый организм. Так я говорю, конечно, религиозный человек, он понимает, что, если он его не остановит от поездок в шаббат, даже не так. Если человек индивидуально хочет ехать в шаббат, если человек индивидуально хочет быть гомосексуалистом, это его личный выбор. Если же это становится легитимно в стране, и если это становится, как бы, законом, принятым всеми, тогда это проблема у всех. И вот они протестуют против легитимации на законодательном уровне, что в шаббат можно ездить автобусом. Понятно, да, идея? Теперь, почему? Потому что «кас леавив бенгсиль» это гнев вызывает у Отца Небесного и «мэмар ле ле ла то». И это огорчение родительницы. Кто такая родительница? Родительница это генетическая принадлежность, а отец это интеллектуальная принадлежность, тот, кто обучает. Тот, кто обучает. И, значит, вот так вот оно работает. Дальше. И сегодня мы успеем, успеем мы еще сегодня разобрать 26 отрывок. 26 отрывок. Давайте разберем 26 отрывок. Так. 26. «Гам енош лицадик лотов, леакот надевим аль йошер». Значит, а, вот тут вот следующие три отрывка, они идут вместе, поэтому сегодня мы три не успеем. Давайте мы третий отрывок разберем, разберем эти три отрывка в следующий раз. Да, мы их разберем, получается, в воскресенье. А сегодня, тогда, тогда мы сегодня чуть-чуть упомянем недельную главу. недельная глава сейчас очень интересная. Это одна из моих любимых недельных глав, в которой отражен очень прям четко принцип, как Бог управляет миром. Это очень важно понимать и знать. В ней находится одна такая, из нее делается один вывод, который очень важен. Путь, по которому человек хочет идти, его ведут. «Дерек шадамру целалехет бам али химуто». Значит, Белям, он был пророк, и он был злодей. То есть, можно быть пророком, можно знать про Бога и можно быть злодеем. Это две вещи специально нам в Торе показаны, что можно вот точно с Богом разговаривать, знать Бога, при этом спать со слицей со своей и быть, ну, быть реальным злодеем, убийцей и аферистом. Белям, он был убийцей и аферист. И интересно, что вот в Торе там же каждое слово имеет смысл. Когда к нему пришли звать его проклясть и вредить народ, то там написано «Знаемый, что тот, кого ты благословляешь, благословлен, и тот, кого ты проклинаешь, проклят». И отсюда учится, что не было силы в его благословении, в его проклятии. Он просто знал, кто благословлен, и он говорил, тогда приходил человек, он видел просто будущее и говорил, вот ты знаешь, я сейчас могу тебя благословить, у тебя будет все хорошо. И человек ему говорил, ну давай, сколько? Он говорит там миллион долларов. И благословлял его, зная, что у него и так все будет хорошо. Или он к другому приходил, которого он знал, что уже Бог его проклял, что Бог на него гневается. И говорил ему, смотри, говорит, я сейчас тебя прокляну, все у тебя будет плохо. И людям говорил, вот смотрите, проклинаю его, значит, чтобы у него было все плохо. И у того было какое-то несчастье. Он знал просто, что это будет несчастье. И получается, что у него была репутация, что тот, кого он благословляет, благословлен, а тот, кого он проклятает, проклят. Но, что его, люди думали, что его благословление и проклятие имеют силу. И вот этот Белян, он очень ненавидел еврестий народ, и он хотел их проклясть. Но Бог ему, его позвали проклясть еврестий народ, потому что понимали, что сила евреев это только благословение, связь с Богом. И когда его пригласили проклинать евреев, Он говорит, я то, что Бог скажет, я сделаю, я не могу по-другому. Бог ему сказал, не иди. Он им говорит, вот что такое интерпретация, нюансы слов. Он им говорит, которые его звали. Он говорит, Бог мне не разрешил с вами идти. То есть он не сказал, что Бог в принципе не разрешил идти. И вроде он и не обманул. Он говорит, вы пришли меня звать проклясть, Бог мне запретил с вами идти, не разрешил. Хорошо, приходят они второй раз, другие уже послы, более ответственные. Он говорит, я опять у Бога спрошу. И он опять спрашивает у Бога. И Бог ему говорит, хорошо, иди, но все, что я скажу, сделаешь. И вот отсюда учат наши мудрецы, что если человек сильно хочет двигаться в любом направлении, у человека есть свобода выбора. Но все равно любой путь, который он выберет, его по этому пути будет вести Бог. То есть получится у него, не получится, это другой вопрос. Это зависит от множества факторов, которыми, ну, как то, что мы говорили, мера, что человек меряет, меряют ему. То, что на Востоте называется карма. То есть у каждого человека есть его старые поступки, определяют, как он будет идти по новому пути. И его молитвы, ну, там очень много факторов, очень много векторное. Но путь, по которому человек хочет идти, он выбирает сам. И тот, кто пришел очиститься, ему помогают с неба. Тот, кто пришел запачкаться, ему не мешают. То есть есть свобода выбора, идти вверх, идти вниз, соблюдать заповеди, не соблюдать. Как интерпретировать все. Виталий Амельчук, нет, Белям не был дедушкой царя Давида, ни в коем случае. Его бабушкой была Рут. Рут, которая приняла иудаизм, а Рут была дочкой мавского царя. Белям, он из той же всей истории, но он не был родственником царя Давида. Хорошо, дорогие друзья, все, всем шаббат шалом, кто соблюдает шаббат. Кто пока не соблюдает или не должен соблюдать, значит, тем хороших выходных. И, слава Богу, у нас есть возможность на портале ВАИКРа изучать Тору, делиться знаниями с друзьями. То есть наша идея такая, что тот, кто учится, должен обучать. Поэтому, если вы что-то для себя выучили, сделайте выводы. И выводами обучите свое окружение, расскажите им, покажите. Это как семена, которые прорастают. Как сорняти прорастают сами, без труда. А семена хорошие, за ними надо ухаживать. Поэтому, если вы нашли сейчас какую-то такую вот идею сильную, которая вас зацепила, за ней теперь надо ухаживать. Ее надо поливать, делиться ей, рассказывать ее, думать ее и делать ее. Все, удачи, успехов, всем шаббат шалом, хорошего, хорошего шабата. Все, пока.